Бояться или принять и расслабиться, так иронично начали жители Алматинской области относиться к коронавирусу. Оно и понятно. Именно в тот момент, когда число заболевших увеличивалось, в нашем регионе сняли режим ЧП. Сейчас люди начали даже забывать о масочном режиме, но ждут очередного постановления главного санитарного врача области. Здравствуйте. У нас сегодня в гостях руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области Хайрат Баймухамбетов. Здравствуйте. Хочу напомнить нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире и для вас работает номер телефона 400109, код города Талдыкурган 87282. Вы можете по этому номеру позвонить и задать вопрос нашему гостю. Также на ваших экранах есть номер телефона WhatsApp Messenger, по которому вы можете отправить свои вопросы письменно. Мы в студии озвучим. Давайте продолжим. Что вообще происходит сейчас в Алматинской области в связи с пандемией? Объясните, пожалуйста. Вроде бы вирус есть, должны защищаться, но дали послабление. И после этого вот такое ироничное отношение началось у нас в регионе, я думаю, по всей республике. Понял, хорошо. Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что ситуация с развитием пандемии коронавируса непредсказуемая уже. Во всех регионах страны растет число заболевших и Алматинская область тоже не исключение. На сегодня по нашей области зарегистрировано 288 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Это, если темпы прироста считать, за неделю, то 4,5. Для сравнения до снятия, до ослабления, будем говорить, карантинного мер, этот показатель составлял 2,5%. То есть почти больше, на 2 раза увеличилось. Причиной резкого скачка, будем говорить, заболевания является это пренебрежительное отношение некоторых лиц к карантинным мерам, ограничительным мерам и так далее. Потому что рейдовые мероприятия мониторинговых групп, таковых у нас есть 20 мобильных групп по всем районам и городам нашей области, показал, что до сих пор население и некоторые представители бизнеса, предприниматели нарушают простые правила безопасности. То есть население до сих пор ходит в места массового скопления населения, где, не осознавая, может подхватить инфекционную дозу данного вируса. То есть больше населения, больше есть шанс заразиться данным вирусом. Также не соблюдает правила личной гигиены, правила ношения масок, мытья рук и так далее. Личная гигиена не соблюдается. Мониторинговая группа дальше продолжает работать. До этого в режиме, будем говорить, карантина, режима ЧП, мы проверяли, составили по выявленным нарушениям больше 300 протоколов, переданы суду, рассмотрены судами, наложены штрафные санкции на 6 миллионов 600-807 тысяч. Также были приняты два ареста и 39 предупреждений. Данные рейдовые мероприятия будут продолжаться. Мобильная группа работает в составе участковых, полицейских, санитарных врачей, эпидемиологов, представителей Акимата и прокуратуры. По ним также, по выявленным нарушениям, будут приняты меры. Там штрафные санкции будут увеличиваться от 8 тысяч до 500 тысяч. От 3-х МРП до 50-х МРП. Вот такие есть меры. Вот смотрите, сейчас что должны делать люди? Например, в Талдыкургане, в самом городе, уже некоторые подъезды закрыты на карантин. Но, несмотря на это, люди свободно выходят на улицу и даже ходят без маски. Я хочу напомнить нашим телезрителям, если вы хотите позвонить и задать лично вопрос нашему гостю, позвоните по номеру телефона 40-01-09, код города 72-82. А на WhatsApp номер, который у вас на экранах, напишите. Пожалуйста, не звоните. Голосовые ваши сообщения мы в студии озвучить не сможем. И в таких случаях люди интересуются, вот нам очень много пишут, говорят, как дальше действовать. У нас соседние дома закрыты, а мы свободно гуляем во дворе. Я понял, вопрос как бы правильный и как бы своевременный. Не всегда мы подъезды и дома закрываем. Закрываются подъезды и дома, постановление главного санитарного расчета данной территории, в данном случае города Талдыкургана. Если в данном подъезде имеется наибольшее количество близких контактов, то есть с соседями, когда друг к другу ходят, гости общаются, тогда весь подъезд закрывается. Если таковых нет, тогда закрываются отдельные квартиры. Кто с кем общается, находится в близком контакте. Определяется этот круг, значит, потом они обследуются. И в данном подъезде выставляются посты полицейские, их ограничивают выход на улицу, им доставляются продукты питальные, лекарственные и другое. А в других случаях все подъезды необязательно закрывать, имейте в виду. Но они не могут заразиться, например, спокойно, гуляя по городу или находясь на спортивных площадках? Это вот люди пишут про своих детей, говорят, они на спортивных площадках свободно играют. Я понял, в принципе, наша передача действительно правильно начата. Значит, такими словами признать, понять и так далее. В данном случае как раз подходит понять, признать, что вирус есть, во-первых. Не было в городе Талдукургане. Талдукурган был единственным областным центром, где не было коронавирусных инфекций. В принципе, появилось, он уже в окружающей среде есть. Но, допустим, вероятность заражения, допустим, на открытом воздухе меньше, чем в закрытом помещении. Поэтому населению, значит, прежде чем идти куда-то, вы должны понять, куда вы собираетесь. Кубатура данного объекта, количество приглашенных лиц, сколько времени там будете находиться. Не зря говорю, инфекционная доза данного вируса. Допустим, на открытом воздухе при спортивной тренировке, допустим, такой дозой заразиться невозможно. Если вы пойдете, допустим, на какие-то свадебные мероприятия, где поют, играют, допустим, громко разговаривают, в таких случаях воздух выходит из глубины легких и подается, допустим, на весь зал. Допустим, даже при чихании, при кашле доходит вот этот аэрозоль данного вируса до 7-8 метров. То есть, если вы находитесь в данном помещении около 15 минут, у вас достаточно будет заразиться. Есть вероятность. Есть вероятность заразиться. Поэтому надо запомнить, что даже, допустим, не понимая этого, вы зашли в закрытое помещение, непроветриваемое. До вас уже за минуту, за 5 минут, за 10 минут был, допустим, инфицированный человек, чихал, допустим, кашлял. Тоже есть возможность заразиться. Поэтому не зря мы говорим понять, признать этим жить. Почему? Потому что коронавирусная инфекция тоже является одной из разновидностей остро-респираторных заболеваний. Как при гриппе, при, значит, остро-респираторных заболеваниях, так можно в те же мере. Но страх и обеспокоенность у населения есть. Вот уже несколько человек задают вопрос, говорят, на карантин, на ужесточение мер, вот карантинных мер будет ли. И вот многие говорят, что город закроют, число растет больных и так далее. Вот очень много таких вопросов. Какие меры будут приниматься? Какое постановление вы собираетесь озвучить и принять? Тоже правильный вопрос. Если касательно города Талдукурган, то на сегодня в городе Талдукурган зарегистрировано 51 случаев лабораторно подтвержденных. Это, если считать темпы прироста, 27%. Если в области 4,6, сравните, 27% в городе Талдукурган. Поэтому вот этот следующий этап, который мы собираемся вести сегодняшний день в области, не касается города Талдукургана, города Талгар и Кегенского района. Поэтому эти послабления не будут. Значит, решениями межведомственной комиссии данных районов городов решено оставить карантинный режим, как было. Те объекты, которые работают, дальше будут продолжать работать, но новые объекты открываться не будут. Подождем ситуацию. Мы в данное время все очаги, будем говорить, контактных выявили, локализовали их. Забор материалов проводим ежечасно, ежедневно. И локализовываем. Уже выписано, будем говорить, по области тоже выздоровлением 173 человек. Через неделю уже будет видно. Если будут, упадут темпы роста, тогда, возможно, мы разрешим. Давайте еще один вопрос телезрителю задам. Можно ли работать гостиницам и кафе при гостиницах? При гостиницах. Значит, гостиницы мы по области гостиницы, отели, объекты по услуге проживания населения собираемся вот в сегодняшний день по области открывать. Но это, опять-таки, не касается города Талдугурган, Талгарь, Кигенская района. Значит, общепит данных предприятий будут работать. Но, значит, они будут обслуживать по номерам. То есть собираться в здании кафе, столовую не будут. Это касается других районов и городов, кроме Талдугургана, Талгарь и Кигенского района. Вот четко обозначили, дорогие телезрители, вы нам очень много звоните, пишите и спрашиваете. Поэтому вот конкретный вот такой ответ вам дан. Очень много вопросов касается именно самого коронавируса и больных, которые находятся в Талдугургане, в Алматинской области. Давайте озвучу, и вы ответите на эти вопросы. За то, чтобы человек сказал, что он болен коронавирусом, оказывается, платят деньги. Вот это один вопрос. Тому полицейскому, который заболел, предлагали миллион двести тысяч тенге, чтобы он только сказал, что он болен коронавирусом. Насколько это все правда? Здесь очень много. Я озвучила пару только. Я тоже читаю данные. Это полностью фейк. Не соответствует действительности. Этот контингент от полицейские, правоохранительные службы, военнослужащие, медработники, эпидемиологи, государственные служащие находятся в передовых позициях по борьбе с коронавирусом. Поэтому есть больше шансов заразиться от них. Заразились во время выполнения своих прямой функциональной обязанности. В принципе, никаких там, кто кому предлагал, таких нету. Не соответствует действительности. Я, правда, не знаю, кто может это предложить, даже у кого есть такие хорошие деньги. Предложите, пусть там заработают, спрашивают. И здесь, смотрите, говорят, ну, так предлагают, поскольку, если там больше выявленных заболевших, из государства выделяется больше денег. А это вот насколько правда? Это тоже неправда. Во-первых, всем другим, кроме медицинских работников, государство не обещало, не будет платить. Медицинский работник, если заразился во время выполнения своей прямой функциональной обязанности, ни дома, ни где-нибудь на улице, именно в стенах лечебных учреждений, или во время расследования очагов, состоится комиссия, определит комиссия, тогда будет выплачиваться действительно обещанные деньги. Только медицинским работникам. Ни правоохранителям, ни другим. Ага, так что заболеть коронавирусом и заработать не получится. Так, не получится, вы правы. Еще один вопрос. Говорят, вот в онкологии случаи заражения коронавирусом есть в городской поликлинике, есть еще в каких организациях есть заболевшие, куда нам не стоит ходить? Пишет телезритель. Да. Куда не стоит ходить, мы уже накладывали карантин. Значит, это управление полицией города Тадукурган. Там карантинный режим. Сейчас там людей не принимают. Они принимают население в здании миграционной полиции в другом месте. Это первая цепочка, значит, мы полностью более, значит, 150 человек мы обследовали, выявили среди них 8 зараженных, всех вовремя локализовали. Данное время, значит, кроме них вторая цепочка, это департамент, отдел пробации, департамент исправительной системы. Тоже, значит, данное противоэпидемическое мероприятие в полном объеме выполнили. Теперь, значит, по онкоцентру тоже находятся на карантине. Значит, выявлено тоже там определенное количество контактных, все изолированы. Медицинские работники тоже работают, кто в грязной зоне, кто в чистой зоне. Из этого здания они не выходят. Значит, плановых больных не принимают. Значит, выписывают больных и по истечению 14 дней после отрицательного результата анализа, в принципе. Кроме них, значит, есть среди пожарных, среди ветеринарных врачей, ветеринарных санитаров, есть повар, то есть то население, которое контактирует большим количеством людей, тот персонал, будем говорить. То есть есть угроза. Сегодня вот опять очень много вопросов. Сегодня мы утром слышали, что в Талдыкургане есть летальный исход от коронавируса. Так ли это? Да, к сожалению, есть такое, значит, выражая глубокое соболезнование близким родственникам. Значит, женщина 44-го года рождения, жительница города Талдыкургана поступила в 21-го инфекционное отделение положительным результатом на коронавирусной инфекции, двухсторонней пневмонии, получала соответствующее лечение. К сожалению, вот вчера ночью наступил витальный исход. В данное время комиссия по изучению данного смертельного случая проводится. Я думаю, соответствующее заключение вынесут и доведут до вас. Скажите, очень много телезрителей нам сюда звонят. Я уже очередной раз прошу, если вы хотите позвонить и задать лично вопрос нашему гостю, позвоните по телефону 40-01-09, код города 8-72-82. А вот на WhatsApp-мессенджер напишите ваши вопросы, мы здесь озвучим. Скажите, сейчас тоже очень много мы уже об этом с первых дней говорим, но никак объяснить людям не можем. Вот они говорят, что коронавируса как такового нет. Люди умирают или заболевают хроническими своими заболеваниями, или же от своих хронических недугов умирают. Вот сейчас вы говорите, что у человека была двусторонняя пневмония. Вы же чаще общались с больными, виделись с больными коронавирусом. Как они выглядят, как вы там выявляете, и насколько правда все это, о чем мы говорим. Поскольку мы не можем показать этих людей из этических соображений, да к тому же они сами отказываются показываться. Говорят, тогда с нами перестанут общаться, вот именно в период пандемии. Расскажите. Хорошо. Ну, конечно, коронавирус есть. Не зря Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Не только у нас в стране, во всем мире борются. Пока не всегда успешно. Учатся друг от друга. Нет соответствующей тактики, лечения, диагностики было. Сейчас друг у друга учатся. Но кто, каждая страна по-своему. Мы, наша страна, в том числе наша область, были, нами были приняты своевременные меры. Мы уже в январе месяце уже укрепили наши границы с Китайской народной республикой. И это нас сохранило. Да, в то время, помните, вот сколько было, значит, мы сразу изолировали, лечили. Вот спасибо коллективу Панфиловской районной больницы и его руководству. Давайте мы это продолжим. Есть телефонный звонок, ответим телезрителю. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. У меня к вам есть вопрос насчет того, что закрывают подъезды. А примерно сколько будет закрыт подъезд вообще? Ну вот, допустим, у нас в последнем доме закрыли подъезд неделю назад. Ну, пару дней, так скажем. А через сколько примерно будет он открыт? Спасибо большое. Вопрос понятен. Как бы актуальная тема, актуальная. Я ранее уже говорил, на какое время, в принципе, инкубационный период коронавирусной инфекции 14 дней. После последнего случая данного подъезда, допустим. Но не обязательно закрывать весь подъезд. То есть достаточно закрывать, допустим, накладывать режим карантина на те квартиры, которые общаются с этим больным или зараженным. Это раз. Согласно действующему постановлению, в принципе, сейчас возможно, допустим, если человек бессимптомной формой коронавирусной инфекции, вы не зря сказали, что люди не верят. Люди не верят. Почему? Потому что около 80% данного заболевания проходит бессимптомно. Наличие вируса есть, но симптомы не проявляются. Поэтому в данном случае важна изоляция. Изолируют. Не обязательно его тяжелыми противовирусными препаратами лечить. В течение трех дней госпитализируются. Снимается КТ легких. В первую очередь поражаются легкие. Потом берутся анализы. По показаниям решает инфекционист заведующим отделением. И согласовав с эпидемиологом района города, если нет клиники, выписывают на дом, на дальнейшее наблюдение. Дальше там 12 дней будет находиться в домашнем карантине. Касательно подъезда. Если, допустим, уже очаг локализован, подъезд открывается. Не обязательно весь подъезд закрывать. Я уже говорил, только отдельные квартиры можно закрывать. Если действительно в данном подъезде есть много близких контактов, которые контактировали с зараженным, тогда закрывается весь подъезд. Вот у него закрыли весь подъезд. Вот, например, два дня, он говорит, закрыли. Значит, весь подъезд. Если, допустим, уже врач не примет такое решение, если не выписывает, тогда на остальные 12 дней будет закрываться. То есть будет такой режим. Еще больше недели им нужно сидеть в запертии. Да, если два дня прошло, там еще 12 дней. А, еще 12 дней. Почти это очень много звонков. Еще раз задают вопрос. Видимо, они не смотрели нашу передачу сначала. Город Талдукурган закрывают на карантин. И можно ли число зараженных сколько в Талдукургане узнать? Число зараженных в Талдукургане 51 случай на сегодняшний час. Значит, город Талдукурган не так-то он закрыт. Вокруг города Талдукургана и вокруг города Алматы до сих пор имеются санитарные посты. По Талдукургану, значит, вокруг Талдукургана 4 поста. Просто так не проедешь, не заедешь. Это раз. И, во-вторых, многие объекты, не все объекты открыты. Многие объекты работают в ограниченном режиме. В режиме ограничений. Поэтому те объекты, которые уже разрешены, они будут работать усиленным санитарным дезинфекционным режимом. Будут за ними наблюдать мобильные группы, составленные из заинтересованных служб. И будут не только наблюдать, а и принимать меры. Значит, послабление, которое мы будем сегодняшнего дня, это мы хотим открыть сегодняшний день, спортивные стадионы, где более 50 спортсменов. Это объекты Олимпийского резерва, потом религиозные объекты, коллекторские организации, абонентское отделение, операторы сотовой связи, детские кабинеты коррекции. Значит, гостиницы, отели будут открываться в других районах, кроме города Талдугурган, Талгара и Кетенского района. Значит, по городу Талдугургана продолжается противопедемическое мероприятие, ограниченный режим, карантинный режим. Мы наблюдаем в течение недели, будет спад, будет следующее послабление. Не будет спада, будут уже сочинены меры карантинные, пора решения Межведомственной комиссии и протокол постановления Главного санитарного врача города. Скажите, пожалуйста, вот закончилось время нашей программы, но все-таки скажите, вы больше всех находитесь вот именно в той среде, где больных очень много. Есть телефонный звонок, давайте ответим, потом продолжим. Мы вас слушаем, говорите. Вопрос, а до скольки можно ходить на улице подросткам? Спасибо. По городу Талдугурган есть ограничения. Сейчас в данное время данные ограничения решаются, обсуждаются Межведомственной комиссией города. Насколько я помню, до 20 часов там написано. Будет подписано постановление, значит, опубликует и там увидите. Детям без присмотра родителей нельзя. Обязательно сопровождающий должен быть. Подскажите график работы автомоек. Ничего там не изменилось, как было? Да, значит, автомойки мы давно уже разрешили в обычном режиме. Как раньше работают, так и работают. Так же будут работать. Так будут работать. Скажите теперь, пожалуйста, вот я вначале говорила, вот больше там в той среде вы и находитесь. Как вы сами лично защищаетесь? Вкратце и завершим программу. Да, ну, по службе мы находимся на каждой очаге, ездим, организовываем эти мероприятия, участвуем в каждых мероприятиях. Значит, мы, допустим, если посещаем очаги, обязательно надеваем противочемные костюмы и недлительно там пребываем. Сам я уже несколько раз обследовался, последний раз вчера, сегодня отрицательный результат получил. За свою семью переживаете? Да, конечно, переживаю. Прежде чем прийти домой, значит, прохожу через дезбарьеры, это тряпочки смочены, дезраствором вытираю обувь, значит, обработку руки провожу и сразу принимаю душу. Вот такой совет дает главный санитарный врач области, нашим телезрителям. Если даже дано послабление, не забудьте о профилактических мерах. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова